Приветствую вас, и шансы есть, конечно же, всегда. Только ради вашего же блага было бы лучше, если бы вы не стремились к тому, чтобы устроить свою личную жизнь, к тому, что, как показывает практика, как показывает, в частности, мой опыт, если человек стремится к тому, чтобы устроить свою личную жизнь, ну, обустроить ее, обустроить свою личную жизнь. То появляется эффект сверхмотивации, и данный эффект, если он появляется, практически невозможно обустраивать свою личную жизнь. Тактически невозможно это делать. И на самом деле, тут всегда происходит такая подмена понятий, что если вы, к примеру, хотите обустроить свою личную жизнь, ну, по каким-то причинам, да, то речь идет ведь о чем? Речь идет о том, что вы хотите. Речь идет о ваших желаниях, о том, чего вам не хватает, к примеру. Ну, по тем или иным причинам. И, в общем-то, получается так, что вы свои желания, которые у вас есть, да, вы пытаетесь реализовать за счет, к примеру, мужчины, за счет партнера, за счет отношений. А это неприемлемо, если вы хотите обустраивать отношения, скажем так, равноправные, скажем так, независимые, скажем так, отношения, в которых вы планируете чувствовать себя, значит, ну, к примеру, счастливые отношения, в которых вы планируете чувствовать себя хорошо, вот, и так далее. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вот первое, что нужно, именно первое, первое, что нужно, это, собственно, понять, для чего вам, собственно, отношения нужны. И удовлетворить свои потребности, потому что другой человек, партнер, он не может вам дать чего-то такого, чтобы вы не могли получить сами, для себя. Так что, здесь, вот, с точки зрения профессиональной психотерапии, значит, ситуация обстоит достаточно ясно, ну, предельно ясно, вот, предельно четко, предельно понятно. Я надеюсь, что и для вас то же самое, вот, ну, другое дело, что, может быть, нужно будет посмотреть, для чего все-таки вам нужны отношения, надо, зачем, почему вы хотите их выстраивать, чем вы нуждаетесь, вот. Ну, это уже вопрос, больше индивидуальная работа. С другой стороны, с другой стороны, существует достаточно серьезный фактор и важный фактор, того, того, что вы не смогли построить отношения до сих пор. То есть, вот, есть проблема, что вам 32 года, да, вот, вот, а вы не можете, соответственно, ну, до сих пор выстроить свои отношения к мужчинам, примерно, почему-то, вот. И мне кажется, что было бы очень важно понять, какие ошибки вами совершались, вот, при взаимодействии с мужчинами, что не позволяло вам устраивать отношения. Потому что, с точки зрения психологии, опять же, здесь действует теория сценариев, то есть, вы, видимо, действуете по какому-то сценарию жизненному, вот, ну, к примеру, да, вот, к примеру. Этот жизненный сценарий, он связан, например, с запретом, с запретом на отношения, ну, допустим, допустим. Или с запретом на счастье, или с запретом, там, на что-то еще, на любовь, к примеру, запрет может быть. И пока этот запрет не будет осознан, и не будет снят с вас, вы вряд ли сможете быть счастливы, и вряд ли вы сможете построить отношения. Ну, какие-то, на мой взгляд, на мой взгляд, так, вот, поэтому нужно обязательно рассмотреть и субъективные аспекты проблемы. Наконец, с третьей стороны, вот, вы пишете, да, бытует мнение, у женщин за 32 пути, первое одиночество, либо неудачник, или старик за 50 рядом. Это не что иное, как стереотипы. То есть, я вам, вот, серьезно говорю, что это все просто-напросто стереотип, причем стереотип такой достаточно жесткий, достаточно жесткий и достаточно глупый, ну, в принципе, как и любые стереотипы. Да, этот стереотип не отличается от других. Стереотипы — это общепринятые костные теоретические конструкции, вот, которые, вообще-то, предназначены для совсем другой истории, не предназначены для того, чтобы человек не брать его время на анализ каких-то историй, на анализ каких-то ситуаций, вот. Ну, а по итогу получается так, что эти самые стереотипы, вот, ну, в том числе за счет своей легкости, за счет своей простоты, они замещают, замещают аналитическое мысление и ограничивают человека, потому что он привыкает думать не своей головой, да, не своими ценностями, не реальным миром, а миром стереотипа. Ну, из этого я могу сделать вывод, что вы, возможно, возможно, склонны ориентироваться на мнение других людей, а это значит, что в своем вы не уверены, а это значит, что вы не рекомендую принимать себя, вот, а это в свою очередь значит, что, возможно, вы испытываете стыд, стыд по отношению к себе самой. С другой стороны, с другой стороны, как я уже сказал, да, что если вы мыслите стереотипами, что очень важно понять, как много их у вас стереотипов. как часто они направляют ваше жизнь, потому что, ну, тот факт, что они мешают, да, это совершенно однозначно. Вопрос только в том, что вы хотите с этим делать. Вот. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, надеюсь, что я смог вам на него ответить, потому что тема очень важная, проблема личной жизни состоит вот прям. Вот. Кстати говоря, кстати говоря, как вы понимаете личную жизнь? Ну, точнее, точнее, что вы понимаете под личной жизнью. Вот почему-то люди, они под личной жизнью склонны понимать только отношения с другими. Но ведь личная жизнь – это жизнь личности, а личность всегда – это то, что в некоторой степени обосабливается от других. Тут возникает вопрос, насколько вы правильно понимаете личную жизнь, да? Я надеюсь, что вы об этом обязательно поразмыслите на обосудке, по крайней мере. Вот. В заключение я бы хотел сказать, что очень важно ваше восприятие мужчин. Именно восприятие, как вы их видите, как вы их воспринимаете, общаетесь ли, как вы с ними общаетесь. К примеру, общаетесь вы с ними как с людьми, с человеками, с человеками, или как сразу с мужчинами. Если общаетесь сразу как с мужчинами, то, к сожалению, это очень-очень негативно. Потому что нельзя общаться с мужчинами сразу как с мужчинами. Мужчина не может проявлять себя сразу как мужчина. А если проявляет, то это, как минимум, говорит о том, что отношения ваши будут либо очень поверхностные, либо короткие. Просто, опять же, я так полагаю, что вам неприемлемы. Обратите внимание на то, что вы пишете женщины с высшим образованием и стабильной работой. Понимаете, с учетом того, что вы написали, с учетом того, что я сказал, мне кажется, возникает достаточно резонный вопрос. А вы для чего образование получали? У вас есть стабильная работа, хорошо, но что дальше? Складывается ощущение, что вы остановились в своем развитии. Я сейчас говорю без обвинения. Но я не ставлю цели вас обвинять. Я хочу, чтобы вы скорее задумались об этом. Понимаете? Ваш ли путь, которым вы идете? Ваша ли профессия, которой вы занимаетесь? Да очень важная история. Я надеюсь, что вы обязательно обратите на это свое внимание. И если случится так, что вы поймете, что многому в жизни еще не достигли сами, чего могли бы, то дети, муж, личная жизнь, вероятно, семья придут на второй план. И это будет здорово. Потому что, больше всего, больше всего, мужчинам не нравится именно когда женщина, к примеру, ну, пытается, когда она пытается, когда она хочет привлечь его, мужчину, в какой-то вот ответственности. Мужчине это очень не нравится. Это, возможно, одна из причин, с которыми у вас не складываются отношения. Потому что, если бы, вы не видели бы в мужчинах мужчин, да, а, к примеру, старались бы увидеть, допустим, личность, и видели бы личность. Ну, возможно, таких проблем у вас не было. Как и есть физиафия. Ну, это, опять же, из ряда предположений. Вот, может быть, я и ошибаюсь. Вы скажите, аноним, вам какой, какой толк от того, что мы скажем, что шанс есть? Ну, серьезно, какой толк вам от этого? Что ведьмин, ну, есть шанс. А дальше? Да дальше что? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.